День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, мы продолжаем наше утро на Болткоме. Как бы так немножечко неспешно, так спокойно. Так и хочется добавить за чашечкой кофе. Поскольку как раз название истории на чашку кофе это название новой книги, которую мы хотели бы презентовать в нашем эфире, рассказать о ней и встретиться, поговорить с автором книги и автором сайта, тоже такого же уютного, такого же по-настоящему рижского Рига Тайм, Рига Тайм ЛВ. Лина Кузьмина в нашей студии. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте всем. Очень приятно. Всегда очень здорово, когда появляются новые красиво оформленные такие книги. Хочется вас поздравить, во-первых, с выходом этой книги. Спасибо. И может быть несколько слов о том, что за истории, откуда они появились, почему именно вот эти истории, а не другие, вот как сложилась сама эта книга. Начну, наверное, с того, что книги такие удивительные существа, это моя уже третья книга, они, еще не появившись на свет, начинают тебе диктовать что-то свое. У истории, которые живут под этой обложкой, планировалась совсем другая судьба. Они должны были быть в другом сборнике, по моему творческому видению, с другим соавтором, с другой обложкой. Готовились неспешно и не в этом году. Но как-то так получилось, наверное, это танцы начались с картинки на обложке, которая называется тоже «Чашечка кофе». Она была нарисована художницей в Оренбурге. Такие удивительные связи, и все это благодаря Инстаграму. Я ее увидела на сайте художницы профессиональной. Вот именно, например, эту самую картинку, да? Да, вот эту вот самую картинку. Утром как-то увидела, накануне своих именин, в прошлом году, в октябре, увидела эту картинку, поразила название «Чашечка кофе». Художницы я уже знала виртуально. И пошел такой импульс, что хочу ее уметь обязательно в своей собственности. Поскольку тут чашечка кофе в центре, и такая история вокруг этого. И ключик лежит. И это особенность художницы Алены Наливкиной. Она профессиональный иллюстратор, художник. У нее на каждой картине есть ключик. Иногда он спрятан, иногда он явный. Да, здесь прямо... Но здесь он лежал прямо рядом с чашкой кофе. И это для меня был символ того, что чашка кофе – это всегда какой-то ключ. Или каким-то ответом, или каким-то знакомством, какому-то размышлению о прошлом, может быть, каким-то путем, какому-то будущему. Я написала за секунду «хочу купить». Мне сказали, да, пока свободно. Купила. Через неделю эта картиночка. Она довольно маленькая, 4. Прилетела в Ригу по почте. Хотя Россия и Рига – это довольно долгие пути почтовые. Могло быть и месяц. Но картина очень торопилась. И она была куплена чисто как картинка интерьерная. Украшать дом. И она висела-висела, висела-висела. И много было чашек кофе выпито. И эта картинка начала диктовать, что-то своё. Вот «хочу быть на обложке» и всё. Прямо она заявила, извините, почти вслух. И истории, которые внутри, они уже были написаны, подсмотрены, зафиксированы, написаны. И комплектовались понемногу. Ну, года через два планировалась, может быть, книга. И тут как-то всё так закрутилось. В январе этого года я уже сделала такой сборничек маленький, любимых мест Риги фотографий. У него своя история. И в этом году вообще ничего не планировалось больше. И тут вот эта книжка поскакала-поскакала. И очень ускорила то, что в серединке есть истории бесед с моим дядей Аркадием. У него в июле день рождения. И почему-то вот судьба мне потребовала к дню рождения Аркадия издать эту книжку. Там как бы получается центральная часть. Называется «Аркадиана». А дядя Аркадий, я понимаю, что в таком уже солидном возрасте. А дядя Аркадий уже ушёл в прошлом году. И вот это было как бы посвящение ему. Поскольку беседы были довольно своеобразные. Ушёл он в возрасте 92,5 лет. В солидном. Совершенно в здравом уме. И так получилось, что какой-то период я его возила на уколы глазные. И мы довольно много беседовали в очереди. И я потихонечку стала это писать на Фейсбуке в свое время. Ну, опять же, книжка продиктовала свое. Вот картина заявила «Хочу быть обложкой». Истории как-то налились в эту чашку очередную. Чашку-книжку. И всё совершенно быстро случилось. Я сама верстаю книги на сайте российского интеллектуального издательства «Ридеро». Они дают возможность бесплатно верстать в специальных программах. То есть ты закладываешь свой текст, и потом сидишь. Это похоже на сбор бисера в бусы. Очень надо терпеливо. Но опыт у меня есть, спасибо моей работе. То есть это нужно ведь и текст вычитать, и отредактировать, и все шрифты подобрать, и иллюстрации разместить, и посмотреть, какой шрифт подходит, какой не подходит, какой ложится, какой не ложится. Особенно засада, извините за такое слово, с иллюстрациями. Потому что они то не хотят становиться, то они становятся немножко так в той тональности. Потом ты ещё с трепетом ждёшь, как это будет после типографии. И вот у меня уже два тиража этой книжки. Первый был пробный, и второй уже был для доступности. И они немножко разные получились. Хотя всё одно и то же. Ну вот человеческий фактор, машинные факторы, компьютер. Ну вот так вышло. Второй тираж немножко потемнее, черно-белое фото. Но не страшно. А что чувствует автор, когда вот очередная книжка появляется в его руках? То есть вот это вот рождением практически как ребёнка ведь? Ну это я только считаю их творческими детьми. Это безусловно, и мне кажется, все авторы меня поддержат. Вынашивание рода – это довольно процесс такой непростой. И ты никогда не знаешь, даже когда она уже рождается, как она себя поведёт, эта книжка. Что она от тебя потребует. Но у меня лично это всегда… Сколько это третья книжка? Какой-то такой глубинный, спокойный процесс, что я не могла иначе всё. Это не буйная радость, это не эмоции какие-то до потолка. Но вот это так тебя подводит ступень за ступенью. Ты делаешь, не думая, будешь там, не будешь выпускать, не выпускать, как. Всегда я делаю с тем, что просто раздарить эти книги своим близким. И в конце она рождается, и радость большая, но она какая-то очень спокойная. Это вот удивительно с творчеством. Но ведь не только раздарить, я понимаю, что они уже поступили, их можно приобрести? Они доступны в Полярисе в сети, в магазинах. Шесть, наверное, семь магазинов. И, пользуясь случаем, приглашаю всех на презентацию в книжное кафе «Полярис» 29 октября в субботу в шесть вечера. Прекрасно. Там, где проходят встречи. Да, там очень уютное такое кафе. Влезает достаточно много людей, помещается. Можно и взять чашечку кофе там. Можно что-то погребче. Да, что-нибудь покрепче. Кафе все предлагает. Да. Я вижу, что вот книга «Космоса» с фотографиями, здесь, я понимаю, как раз и собраны эти любимые места Риги. Это вы сейчас говорите о второй книжке, которая вышла в этом году. Ее нет в продаже, ее можно подождать и потом как-то приобрести у меня. К сожалению, так получилось, что верстала я там же ее и заказала я печать в России. Фирма находится в Екатеринбурге, и это было в феврале этого года. И заказала февраль. Понятно. Ну и решила, что ну когда-нибудь. Оказалось, что именно физическая печать происходит в Польше. И курьер мне доставил вот эту пробную печать. Поэтому у вас в руках эксклюзив, Олег. Пока их очень мало. Но я просто к чему клоню, что ведь и эти истории, истории на чашку кофе, они какие-то, ну, испытывают, они рождаются в каком-то вдохновении от Риги. То есть навеяно все это... Это безусловно. Навеяно все какими-то конкретными местами. Рига немного, там есть Франция, Литва любимая, Друскененкай, где уже бывалось раз, наверное, 14. Есть у нас такой курорт на самом юге Литвы, Друскененкай. Так получилось, что вначале по необходимости, а потом уже по великой любви к городу много раз приходилось там бывать. И, может быть, то, что ты на отдыхе, расслабленный, может быть, особенный город, все это влияет. Там моя самая любимая вещь – это наблюдение за людьми в кафе именно в Друскененкайе. В центре города есть кафе французское. И как-то удивительно, там всегда такие персонажи собираются. Ты просто вот сиди часами, смотри готовый сценарий для кинофильмов. Ну, одно утро мне так повезло, что я два часа там просидела, ожидая назначенных процедур красоты. И вот как будто для меня каждый вошедший-вошедший или сидящий представлял вот конкретный законченный образ для маленького кинофильма короткометражного. Ну и такие вот очень легко читающиеся, я понимаю, что ведь сейчас такое время, люди все спешат, бегут, и для них как-то бывает, что тяжело сконцентрироваться на чем-то большом. А эти рассказы, они такие очень маленькие, очень такие действительно уютные, такие законченные, буквально есть буквально на 2-3 странички. Буквально на 1 чашку кофе. Да. И мои близкие некоторые так и говорили, что читала или читала там не всю книгу, а вот открывал. Один рассказ, чашка кофе, все. И этот рассказ, есть у меня конкретное признание людей близких, вертится целый день в голове и натягивает у человека какие-то свои смыслы. Ну в этом, наверное, позыв или такой вектор какой-то моего обращения, пожалуйста, будьте внимательны к деталям, ведь из них состоят бусы нашей жизни, из этих маленьких-маленьких легких смыслов. Книжка, которая планировалась быть в другом исполнении, она имела такое условное название «Легкие смыслы». Тоже короткие рассказы, побольше должно было быть рисунков моей сподвижницы Виту Варовой. Но это все будет, напишем еще, рисунки есть, все готовится. Но получилось так, как получилось. Они у меня немножко как брат и сестра или мужчина и женщина, первая книга «Космос», фотографии и стихи, она такая более яркая, и она для меня как мужчина, и название такое «Космос», а эта розовая уже более такая, как женщина. И на обложке первой книги рисун, картина, вернее, Юрия Зуева, рижского художника. И если обратите внимание, там мужчина хорошо выписан, а женщина немножко такая неявная. И я была в мастерской у художника, он разрешил опубликовать это на обложке, потому что это тоже своя линия, получить разрешение художника опубликовать изображение на обложке. Хоть это и в твоей собственности. Вот я как раз, да, забыл спросить. То есть получается, что эту картину, хотя вы и купили в Оренбургской художнице, нужно было еще спросить разрешение опубликовать. Да, и у Юрия Зуева, и у Алены Наливкиной я спрашивала разрешение. Ну, там все... С Аленой Наливкиной она сказала, что это обычно делается не так, но для вас, Элина, можно, поскольку мы в Инстаграме связаны, комментариями и взаимными такими. Линиями Юрию Зуеву я подарила несколько экземпляров, он сказал, что я буду счастлив, что это как реклама моя. И придя в мастерскую, у меня был первый вопрос, почему мужчина хорошо нарисован, а женщины нет. И он сказал, что в начале же в мире появился мужчина, а потом уже он притянул, натянул, родил женщину. Ну, вот так у меня вышло с этими книгами. Вначале космос мужчина, и потом вот такая в стиле ретро немного обложка женщина. Отглядывание вот за людьми, это часть характера вашего, или это появилось как, ну, необходимость уже как бы профессионально, чтобы находить какие-то сюжеты? Или это вот было с детства, потому что... Это, наверное, было с детства, поскольку я еще и фотограф, и, наверное, многие реально осознают, что сейчас у нас запрещено фотографировать людей, минимум в Евросоюзе. Ты можешь снять толпу, но ты не имеешь права в кафе, личность или двух персонажей каких-то, ты не имеешь права снимать. Не уголовно, но наказуемо. Поэтому и пришлось, наверное, не фотографировать людей, у нас в свое время даже выставка была, а описывать их. И с детства у меня было такое, у меня внимание очень направлено на детали, доходило до курьеза. Лет в пять меня папа мог привезти в кино, и в середине фильма я могла спросить, кто это, показывая на главного героя, потому что мое сознание так устроено, что я начинаю рассматривать на экране, даже на большом экране, кучу деталей, кто во что одет, из чего они пьют, едят, куда они идут. И я не ухватывала вот эту общую линию, мне надо тогда два-три раза фильм пересмотреть. Ну вот так вот, так у меня как-то заложено. И кафе для меня всегда было с детства каким-то таким подарком огромным. Жили мы скромно, рядом с Межепарком. Родители работали на заводе РЭС всю жизнь. И когда мы ходили в моем далеком детстве пять-шесть-семь лет до школы еще в Межепарк гулять, и если мы садились в кафе, мама пила кофе, папа почему-то всегда мороженое, яблочный сок мне давали мороженое. Это было такое счастье для меня. А железная дорога, тогда же она еще работала. Детская железная дорога, и все, что в Межепарке было, и выставка достижений народного хозяйства. И вот там как раз было такое кафе летнее. Почему-то это у меня ярчайшие такие вспышки. Как мы сидим втроем в кафе, ну пять лет мне, наверное, было. У мамы кофе обязательно такой сливочник, раньше не наливали молоко или сливки, молоко вообще никогда не наливали, были сливки, в чашке кофе они всегда были в кувшинчике. И почему-то то, что мы сидели, общались и никуда не спешили, и можно было наблюдать жизнь, вот как-то у меня с детства запало, что это вот счастье в чистом виде. И много лет спустя, но тоже в советское время такое суровое на кафе, папа съездил в командировку в Лейпциг, и один из его рассказов мне очень запал. Он сказал, иду по улице, это было лето, люди сидят за столиками, под зонтиками, пьют чашки кофе, долго сидят, уходят. Эти чашки остаются, их никто не ворует. Эти зонтики и столики остаются на ночь, их никто не ворует. Боже мой, сказал папа, когда же у нас такое будет в Риге? Если помните, у нас же тогда очереди были в кафе, тебе так не давали долго посидеть. Боже мой, я помню еще в 90-е годы, когда в кафе, там, по-моему, кружку, чтобы выпить, нужно было ставить залог, потому что воровали кружки. То есть там это, я тоже помню. Кофе? Да. Ничего себе, я такого не помню. И еще вот в памяти сейчас у меня всплыла деталь, год, наверное, 90-й, ну, в советские времена, может, уже 91-й. Мы были в Таллине в промозглую погоду ноябрьскую. И где-то в центре мы зашли в кафе с близким мужчиной, и было очень много свободных мест, и меня поразило двое мужчин. Один писал письма, сидел в кафе, а другой читал газету. И мы зашли, выпили кофе, ну, как туристы всегда, ты зашел, выпил кофе, ушел. И вот эта сценка у меня просто так сфотографировалась в памяти, как это можно сидеть в кафе и писать письмо. Это же долго, а как не выгонят. То есть это настолько уже даже в 90-х было немножко по-другому в Таллине. У нас еще или заказывать надо было, или очереди, или стоячие были тогда кафе. Даже уже сама не помню. Но вот эти два образа, чтение газеты и написание писем мужчинами, вот, наверное, это тоже где-то повлияло на мою любовь к людям в кафе. И именно вот, когда ты пьешь коктейли или что-то отмечаешь, это одно. Но когда именно ты сидишь и пьешь кофе или чай, для меня это почему-то какая-то медитация. В компании, не в компании, это вдвоем, там, втроем или один. В Риге-то у нас всегда была такая культура, да? Незабываемые такие старушки в кафе Вецрига, в шляпочках, кофе, бальзам часто, и беседы такие длинные. Роскошь человеческого общения, я бы сказала, такая. Но это же и время, и не дешево это всегда может быть, но браво тем люди, которые встречаются не дома или где-то, а могут себе позволить. Правда же? А есть вообще любимые места в Риге, где хотелось бы провести время, или вообще просто очень красивые места, которые вдохновляют на историю? Потому что я вижу здесь много как раз фотографий конкретных улиц, каких-то конкретных мест. Это вы сейчас космос, да? Да, космос, Елис, да. Вдохновляет, наверное, все. И чем больше ты ездишь в другие города и страны, тем больше ты ценишь, наверное, свой город. Ну, может быть, это не у каждого так, но у меня, по крайней мере, так. Любовь с Ригой и роман с Ригой развивался уже в возрасте, когда я стала больше ездить по другим городам. Даже вот у нас в копилке есть три круиза, это сумасшедшая смена картинок. В каждом месте есть свои плюсы, но мы живем в Риге. И мне кажется, абсолютно любое место, будь то Москачка или спальный район Риги, может тебе, если ты к нему с вниманием, оно может раскрыться даже для рижан абсолютно новыми гранями какими-то. И ты можешь жить рядом и ходить, уткнувшись в мобильник. Вот один из моих призывов, пожалуйста, люди, смотрите по сторонам. Вокруг, на небо, на людей, в любом автобисе или в машине ты едешь. Но всегда есть какие-то маленькие такие сценки, которые, они же не просто как мусор в твоей голове, они как какой-то твой своеобразный опыт. И это же наблюдение за людьми, когда-то я прочла фразу, что наблюдение это тоже действие. Ты же это куда-то вначале видишь, потом складываешь, у тебя же не все откладывается, где это у тебя крутится и в чем-то это тебя учит, правда же? И бывают такие разговоры случайные на улицах или в поездке, которые, известный же факт, что ты можешь открыться попутчику гораздо больше, чем своим близким людям. Особенно, когда в поезде в купе ездят, полночи можешь просидеть, человек выходит практически родной, он тебе и ты ему рассказал всю жизнь, а всего лишь тебя свела дорога, развела все. Но это остается. И это же, может быть, это стержни, на которых насаживается остальное, или это, наоборот, бусинки, которые ты сам там собираешь, какие-то свои четкие или какие-то ожерелья. Но это все не зря. Когда-то очень-очень давно я прочитала кусочек дневника Данила Гранина, он путешествовал с Константином Поустовским в 50-е годы на круизном теплоходе. Это было великое событие. Писатели и артистов вывезли. А Поустовский был уже достаточно пожилым, и они вышли в Греции, по-моему, в Афинах, на берег. И Гранин побежал охватить все и фотографировал все подряд. Вечером пришел близко к стоянке, смотрит, а Поустовский как сидел в каком-то кафе, так и сидит. И Гранин подумал, боже мой, бедный старик, не поехать не мог, просидел, ничего не видел, Греции не видел, завтра у нас уже другая страна, загрузились они на корабль, плывут. Вот, допустим, вечер, Гранин ничего не может вспомнить, какие-то памятники у него челедолиц. А Поустовский оставшийся круиз начал рассказывать, как он сидел в кафе, какая-то женщина убирала, он с ней поговорил. Оказалось, она какая-то эмигрантка, кто-то там подсел, какой-то священник, он с ним поговорил, что-то ему там подали, он поговорил с официантом, поговорил с какими-то посетителями. И у него сложилась абсолютно своя картина Греции. Из тех людей, которые его окружали, три или четыре часа он просидел. И вот это же удивительно. То есть один человек обегал, и Гранин написал, когда я проявил фотографии, я даже не мог вспомнить, кому эти памятники, и что за дома я снимал, и зачем все это мне надо. И Греция, сделал такой вывод Гранин, осталась у меня от рассказов Поустовского о тех людях, которых он видел, сидя в кафе, вообще никуда не двигаясь. Представляете, как удивительно. Я думаю, что это, в принципе, вот вы сейчас отразили, наверное, может быть, и суть вот как раз с этого сборника историй на чашку кофе, потому что это, на самом деле, как это вот ухватили самое главное. А вот не было ли такого, что кто-то рассказывал вам, вот действительно приходили и рассказывали с историей, ну, с мыслью о том, что эта история может превратиться уже, ну, просто человек рассказывает историю в надежде, что потом она послужит основой для кого-нибудь. До этой книжки не было. Мне просто рассказывали, не претендуя на публикацию, но я думаю, теперь истории станет, наверное, больше, я надеюсь. Наверное. Ну, а я напомню, что историю на чашку кофе можно приобрести в магазинах книжных и книжном магазине «Полярис» 29 октября, субботу в 6 часов вечера. Приходите на кофе. Элина Кузьмина с нами была в этой студии. Спасибо огромное. Спасибо вам, что позвали. Пейте кофе.